Михаил Бородич, пять лет назад вы прилетели в Берлин, сейчас мы встречаемся здесь, в Лондоне. За пять лет вы, прямо скажем, освоились. Мы находимся сейчас в вашем доме, классный дом. Вы его купили, чей он вообще, как вы сюда приехали? Этот дом я купил не так давно, принадлежит моей дочери, поскольку здесь есть некие свои требования к оформлению тех мест, где проводятся разные мероприятия. Поэтому мы проводим их вот так вот в доме дочери. То есть это дом для мероприятий, вы здесь не живете? Я здесь точно не живу, потому что у меня есть своя квартира в Лондоне, там я и нахожусь. Собственно говоря, в этом доме вы недавно подводили какие-то итоги своего пяти лет жизни на свободе. Как вы понимаете главный результат этих пяти лет? Для меня-то главный результат был то, что я вернулся к нормальной жизни. Вот это для меня лично был главный результат. Возможно, это был главный результат и для моей семьи, хотя они меня все время катекуют, что я еще головой где-то не там нахожусь. Не в нормальной, не в гражданской жизни. Ну, видимо, это вот такая моя судьба. Ну, вот вы вернулись к нормальной жизни буквально сразу, как вы освободились. Это уже нормальная жизнь была, наверное. Наверное, с точки зрения того, что я мог перемещаться по миру, в этой части нормальная жизнь. То, что я мог нормально общаться со своими родными, близкими, со своими друзьями, это нормальная жизнь. То, что я не мог вернуться в Россию, это явно ненормальная жизнь. То, что меня с конвоем проводили до трапа самолета, и конвой ушел только, когда закрылся люк. Это, наверное, ненормальная жизнь. Ну, и, наконец, я не убежден, что психологически так возможно быстро вернуться к нормальной жизни, что вот вышел, пришел. Хотя мне казалось, что я сразу был нормальный. Но мне говорят, нет, еще было заметно. Ну, вам лучше судить, вы меня наблюдаете почти с самого начала. Ну, думаю, что вернулись, конечно. Вот, стали другим человеком. А так или иначе, и ваш арест, и ваше освобождение связаны с фигурой президента Путина. Вот, я вот в 2013 году, как раз незадолго до вашего освобождения, вот здесь недалеко встречался с Борисом Березовским. Вот, и его называли главным врагом Путина, вы, наверное, знаете, да. И в 2005 году вы так поздравили Путина с днем рождения через газету «Коммерсант», которая тогда как раз принадлежала Березовскому. Напомню, это было, пожалуй, самое язвительное сообщение из тех, которые звучали на страницах газеты. Потом она уже не могла дальше язвить. Ну да, вот, а, кстати, как организовалось это, вот эти, на страницах «Коммерсанта», вот эти поздравления, которые организуются обычно, как-то их, либо это «Коммерсант» сам мотивирует людей поздравлять, либо на них выходит. Я не помню, они меня просили или не просили, или я сам своим адвокатам написал, говорю, кому-нибудь отдайте, но они отдали тому, кто взял. Тот или иной вариант были возможны. Но за эти годы я много чего радостного написал в адрес власти, я имею в виду за годы нахождения в тюрьме. Ну да. Ну а здесь было очень глубоко лично, у меня прям мурашки по коже до сих пор. Вот заканчивалось поздравление, я просто процитирую. «У вас сегодня есть почти все, и я хочу пожелать вам того немного, чего у вас нет – свободы и покоя. Вы обретете их, когда в соответствии с Конституцией России уйдете с этого неблагодарного президентского поста. Бог даст, скоро увидимся, с днем рождения». Это было поздравление от самого богатого человека страны, потерявшего все благодаря Путину. Вы до сих пор, вот для вас Путин является врагом. Там вот прям чувствуется очень сугубо личное, вот это «в дай бог свидимся», вот это такое прям вот… Вы знаете, я очень неохотно называю людей врагами, потому что в моем представлении, ну, я его вынес за многие годы гораздо более иногда жесткие, чем сегодня, что за свои слова надо отвечать. Если ты назвал человека врагом, то ты многое что должен сделать. По отношению к тем людям, с которыми у меня существуют пусть и жесткие, но политические разногласия, я стараюсь эти слова не применять и не употреблять. Поэтому по отношению к Путину, поскольку я не готов к тому, чтобы вот настолько его воспринимать исчадие мада, как его воспринимают некоторые, и, может быть, некоторые воспринимают его справедливым в таком роде, для меня он все-таки не монстр. Это политический оппонент, которого бы я хотел увидеть отстраненным от власти совершенно точно, которого бы я хотел увидеть человеком, чью деятельность исследует суд. Но у вас к нему изменилось отношение с 2005 года, когда вы писали «даст Бог, увидимся». Да вы знаете, пожалуй, что нет. Вот есть какие-то оттенки, и, несомненно, освобождение, то есть то, что он все-таки пошел на определенный риск, осознавая его, что это и риск, и, наверное, реальная проблема в будущем. А мы об этом напрямую достаточно говорили с его людьми. Это все-таки для меня лично остается важным элементом моего восприятия Путина. Но это не мешает нам быть по разные стороны баррикад, и, возможно, судьба так сложится, что эти баррикады будут и достаточно горячими. Ну, вы уже последние годы в какой-то степени баррикады эти строите. Вот то, чем вы занимаетесь все эти годы, это что? Можно это назвать ваше хобби? Я бы сказал бы, что сейчас скорее бизнес – мое хобби. Вот у меня долгие годы главной моей деятельностью был бизнес, а вот там образованием, в основном образованием, ну и другими общественными делами я занимался как хобби. Сейчас скорее наоборот. Я общественно-политической деятельностью занимаюсь как основной, а бизнес для меня хобби. Хобби – это то, что развлекает, это то, что нравится. Вы как раз говорили, что бизнес вам уже не нравится. Ну, в данном случае, конечно, нельзя говорить, что это уж доставляет такое удовольствие, но это то, чем ты привык заниматься и тем, чем ты занимаешься свободно от основного дела времени. Да, но вы вообще говорили, что бизнесом не занимаетесь ли меня, это новость. Значит, все-таки вы занимаетесь бизнесом как хобби. Я говорю, извините, я говорил, что мне не нравится заниматься бизнесом. Я говорил, что я не собираюсь возвращаться в бизнес, но без всякого сомнения управлять активами необходимо, управлять ими надо эффективно для того, чтобы иметь возможность направлять деньги на свою, на сегодняшний день, основную деятельность. Вот я в этой мере ими занимаюсь. То есть, вы все-таки не оставили это каким-то менеджером, они там управляют, дают вам какие-то проценты, а вы занимаетесь тем, чем вам нравится. Вы все-таки включаетесь в это лично? Ну, вы сами прекрасно понимаете, что какие бы замечательные менеджеры не были, все равно надо что-то делать самому. Ну, а куда деваться? Ну, на это время выделяется по остаточному принципу. У меня всегда был вопрос, который я вам, наверное, еще раз, может быть, задам. Все-таки зачем? Зачем вы столько сил и средств тратите на то, вот на это все? При том, что сценарий, как бы, что как-то что-то можно поменять, он все более фантастический. Я знаю у разных людей, возможно, у вас в том числе, в отношении меня сложилось свое некое представление. Вот чем этот человек занимается, что его интересует и так далее в жизни. У меня, на самом деле, думаю, что отличное от этого представление и судьба в жизни, и представление о должном. На самом деле, вот если с другой точки зрения посмотреть на то, чем я занимаюсь, я большую часть своей жизни, уже на сегодняшний день можно сказать твердо, что большую часть своей жизни, я потратил на изменения в стране, изменения в сторону демократизации. Да, может быть, больше времени внутри вот этих лет я занимался бизнесом, но вот самые рискованные в моей жизни моменты, там, где я отдавал себя без остатка. Это когда? Это был 91-й год, это был 93-й год, это был 96-й год, это был с 2002-го, ну, с начала 2003-го и по 2013-й год, и это сейчас. То есть я прекрасно понимаю, что вот в эти моменты, которых было не так мало, я каждый день рисковал жизнью, рисковал всем, что у меня есть, это понятно, это ерунда, ради того, чтобы добиться тех результатов, которые я считал важными, не для себя, для страны, потому что если для себя, то, я надеюсь, вы меня не держите за наивного человека, который не видит гораздо более легких и комфортных путей для саморазвития. Ну да, есть много людей, которые здесь же, в Лондоне, живут, которые... Абсолютно. Об этом не думают, да. Есть очень многие люди, и мы знаем одного такого человека, Михаила Фридмана, который значительную часть моей жизни находился у меня перед глазами, который в каждый момент времени, когда начинался реальный болезненный кризис, делал шаг в сторону. Замечательная жизненная стратегия, если ты мечтаешь о чем-то, о чем мечтает Михаил Фридман. Я каждый раз шел, наоборот, в драку, потому что мой интерес не выбрать вот эту вот наиболее эффективную финансовую стратегию был, а мой личный интерес был все-таки изменить страну. Он такой и остался. А вы, кстати, Фридман, Жан, тоже здесь, вы с ним встречались? Ну, я его пару раз видел. Не у него, мы здороваемся, естественно, но не у него нет особого желания рисковать, разговаривая со мной, о чем, несомненно, будет доложено вождю. Не у меня нет никакой необходимости что-либо от него информационное или еще что-то какое-то получить. То есть он здесь часто живет, на концертах пересекается, на каких-то культурных мероприятиях? Ну да, мы в каких-то, так сказать, общественных местах. А можете назвать три самых удачных ваших проекта или ваших решений за последние пять лет? Ну, это, я думаю, что будет сугубо субъективное представление. Для меня важно, моим таким вот проектом был, во-первых, переезд именно сюда, в Лондон, потому что это то место, где моя семья себя ощущает комфортно, а я имею возможность работать. То есть это оказался удачный выбор точки. Для меня показался достаточно эффективным и интересным проект выборов 2016 года, в рамках которого удалось дать толчок большому количеству региональных молодых, но я не скажу обязательно политиков, скажем, гражданских активистов, которые почувствовали, что у них есть альтернатива тому, чтобы либо вообще забыть про общественную и политическую деятельность, либо заниматься ей в рамках кремлевских разных идей и так далее. Многие из них, к слову, потом оказались в штабах Навального, часть из них оказалась в штабах Собчак. Я считаю, что это очень такое было правильное с моей точки зрения, с моих интересов направление. Ну и, наконец, мне очень нравится та работа, которую мы сейчас делаем в сфере проведения научных и культурных конференций. То, что мы делаем, связанное с образованием, потому что я встречаюсь с этими людьми, с студентами, с аспирантами, которые приезжают из России, и вижу, что это им на самом деле нужно, вот возможность пообщаться открыто. А если наоборот, вот Путина часто, извините, что сравниваю, Путина часто упрекают в отсутствии рефлексии, то есть он всегда все, что делает, он делает круто, то есть он всегда прав, а если как бы что-то не получается, то в этом не он, а враги. А вот есть ли какие-то вещи, которые вы сделали неправильно, которые вы считаете, что сделали неправильно, о чем вы жалеете, что было ошибкой за вот эти последние пять лет, которые мы сейчас... Ну, без всякого сомнения, ошибок я допускал более чем достаточно, и людей выбирал не тех, потому что вы прекрасно понимаете. Я вышел из тюрьмы, и все люди на свободе мне казались нормальными по сравнению с тем, с кем я был вынужден общаться там на протяжении 10 лет. Или наоборот, все казались тем, что они только хотят ваших денег, а настоящие близкие только те, которые были с вами тогда, когда вы были... Ну, возможно, возможно, и этот аспект присутствовал. То есть это привело к целому ряду ошибок, которые, собственно говоря, потом приходилось исправлять. Но, к счастью, это те ошибки, которые исправляются за деньги, а я считаю, что все то, что можно исправить за деньги, это все мелочь. Намного более тяжелыми были ошибки, связанные с близкими, которые происходили, потому что мне казалось, что я уже нормальный, то есть я уже адаптированный, вот как вы сегодня сказали, что вышел человек, и сразу вроде как ничего. Оказалось, нет, оказалось, вот еще были там комплексы, с которыми надо было сначала побороть вот этих вот бесов внутри себя, вот это не сразу удалось, но я очень рад, что... Не скажете, говорят, как бы, говорит Михаил Ходорковский, он открытый, но очень закрытый. Но вы такие сейчас вещи упомянули, довольно личные, да, но я, конечно, хотел спросить, какие конкретные ошибки, но здесь, наверное, связаны с семьей, вам, наверное, сложно говорить, но не знаю. Конечно, но я не буду, наверное, раскрывать больше, чем я раскрываю, но если я говорю про то, что я воспринимаю как свои наиболее такие существенные ошибки, да, я, во-первых, буду говорить об этом, потому что, ну, а что говорить о мелочах, с которыми я все равно там справляюсь. Здесь было трудно справиться, хорошо, что моя семья оказалась терпеливей ко мне. То есть для семьи это было непросто, да? Непросто, непросто. Ну вот, если мы про семью еще потом поговорим, вот если говорить про ваше дело, главное дело жизни, когда вот бизнес можно оценивать выручкой, прибылью, капитализацией, вам это все хорошо знакомо. Чем можно оценивать общественно и общественно-политическую деятельность? Как вы видите свою капитализацию? Да, здесь есть некий нюанс. Меня по-прежнему извне пытаются положить на полку политической деятельности. И я с этим даже не спорю, потому что, вы знаете, вот когда в России начинаешь там отбояриваться от того, что ты занимаешься политической деятельностью, все начинают говорить, вот он, или боится, или там, наоборот, там, это, я не знаю. У вас как у личности был большой политический капитал, когда вы вышли из тюрьмы. А у меня нет интереса, и я об этом сразу сказал, у меня нет интереса заниматься политической деятельностью. Я это сразу объявил. Тем не менее, вы среди трех наиболее удачных проектов как раз упомянули выборы 2016 года. Так вот вы на это смотрите, как на политическую деятельность. А я на это смотрю, как я смотрел всю жизнь до того, как на деятельность образовательную. И я об этом, к слову, говорил с самого начала. Я постоянно говорил, ребята, вы посмотрите, чем я занимаюсь всю свою жизнь, кроме бизнеса. Готовите лидеров до образования. Что Минотеп называли школой, что лицей, которые 25 лет назад создали, был школой, что новая цивилизация была школой, что школа региональных журналистов была школой. Я всю жизнь занимаюсь, ну, то, что не касается бизнеса, вот этим. Я вышел и сказал, я буду заниматься этим. Я буду по-прежнему заниматься общественной деятельностью в сфере, в основном в сфере образования. Хорошо, а как это оценить? Здесь непросто оценивать, потому что сегодня возможностей выстрелить вот этим вот политическим лидерам не так много. И даже когда они выстреливают, ты не понимаешь, это результат того, что ты сделал. Когда они выстрелили? Выстреливают, я имею в виду, в смысле, как фейерверк. А, да. То есть, в смысле, проявляют себя в жизни. Ты не знаешь, это результат того, что ты им помог, или это результат... Это именно, когда эти политические лидеры, которые были воспитаны в 16-м году, выстрелили, а вот в этом смысле, вот, по-моему, не было еще. Вот вы смотрите на каждого отдельного человека, которых мы используем для того, чтобы зажечь остальных. Вот это все равно, как судить о уважаемой Медузе по заголовкам. Ну, или даже, я бы сказал бы, не о Медузе, а о коммерсанте. Там вот в свое время Андрей был очень эффективен. Мастер заголовков. Да, он был мастер заголовков. Коняхин, сейчас имеется в виду Андрей Коняхин. Нет, не Коняхин, Васильев. А, Васильев Коняхин тоже, кстати, придумал заголовки. В газете Ру, потом коммерсант. Нет, ну я про Васильева только знаю. Вот, он придумывал заголовки, но нельзя судить по заголовкам. Заголовки делаются для того, чтобы привлечь внимание. А на самом деле, заголовки нужны для того, чтобы привлечь внимание к статье. Вот, возможность кому-то победить на конкурсе и получить поддержку для участия в выборах в 2016 году, это был заголовок для того, чтобы привлечь сотни людей к альтернативе участию в политической жизни со стороны Кремля. И, ну, в общем, таких людей не так уж и мало. Вот, и я очень надеюсь, что из этого что-то получится и дальше. И все проекты, которые мы делаем, так сказать, медийные проекты, которые мы делаем, проекты движения, которые мы делаем, правозащита на самом деле, она вся направлена на то, чтобы помочь молодым общественным и гражданским активистам вот преодолеть вот этот вот барьер входа, то, что называется. Потому что, вот, вы понимаете, пока их не видят, им, в общем, ничего не угрожает. Когда они выходят на федеральный уровень, ну, по-настоящему на федеральный уровень, им тоже уже угрожает гораздо меньше. То есть, ну, для того, чтобы там какого-нибудь, там, Пономарева или Навального или, там, Гудкова посадить, ну, все-таки нужно принять решение на очень высоком уровне, а оно принимается не так часто, к счастью пока. А вот на этом пути, это самое опасное, самый опасный промежуток. И вот здесь очень многие люди отваливаются. Мы хотим понизить барьер, чтобы он максимально из них подошел. А где, кстати, эти лидеры, которые вот в 16-м году принимали участие в выборах, они как-то, ну, про них мало чего слышно. Лично про этих людей? Да. Ну, часть из них в «Открытой России», координаторах в регионах, часть из них занимаются своей региональной деятельностью уже не связана с «Открытой Россией». Так, в общем. А остались ли они вообще в политике, продолжают ли борьбу вообще? Вот, то есть, как-то вы не разочарованы тем, что произошло с теми, которых вы воспитали? Еще раз. Если вы говорите про заголовки… То есть, как фитиль, как ботфорд, ну, все, все. Все работает. Не получилось, что он так горел, 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 а потом затихло, а вот там вот бомба уже там. Вот здесь мы с вами прекрасно понимаем, что если Путин просидит еще 20 лет, ну, чушь, так сказать. Вот я недавно поздравлял с днем рождения Егора Кузьмича Легачева, ему только 98 исполнилось. Да, я недавно виделся с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и, в принципе, можно представить, что страна до сих пор была бы СССР, и он был бы генеральным секретарем. Да, да, да. То есть, все в нашей жизни возможно. Так вот, если он еще там 20 лет, то, конечно, те, кто готовятся сегодня, они в части гражданской и политической активности, скорее всего, ну, либо вообще сгорят, то есть, им это в какой-то момент разонравится, они потеряют перспективу, уйдут. Либо они реализуют себя, но на невысоком уровне, вот как сейчас люди имеют возможность реализовать себя на уровне либо общественных организаций, либо муниципальных депутатов и так далее, но не выше. Ну, что ж, такова жизнь. Мы вот каждый раз готовим, как, знаете, ну, наверное, плохой пример будет готовить. Если вы работаете в ресторане быстрого питания, да, приходят клиенты, не приходят, вы все равно завозите полуфабрикаты, вы все равно что-то делаете, вы все равно приходите на работу. То есть, может, рано или поздно люди придут. Рано или поздно эти люди потребуются. Потому что то, чего я больше всего боюсь, это я боюсь того, что повторится 91-й год, когда ситуация перелома случилась, а людей, вот этих вот общественных коммуникаторов, которые бы могли объяснить обществу, что делают реформаторы, а реформаторам объяснить, что от них хочет общество. Вот этих общественных коммуникаторов не осталось, ну, или не было к тому моменту. А вместо них оказались вот эти вот Черепановы. То есть, вы считаете, что вот там Тимур Валеев, там Мария Баронова, они как раз могут быть теми самыми общественными коммуникаторами, которые смогут объяснить? Вы выбираете людей, которые не ложатся в ваше представление о приказах. Или просто те, которые еще на слуху? Ну, у вас на слуху эти, а у меня там на слуху пивоваров, у меня на слуху кармурза и так далее. Ну, разное на слуху, видимо. У кармурза его воспитывать не надо, он уже давно воспитывает. Без всякого сомнения. Ну, и я вас уверяю, что и Тимура Валеева, и Машу Баронову воспитывать уже не надо было, они уже сами по себе были достаточно хороши, либо плохие, то, что с какой стороны смотреть. Я всегда в этом случае говорю об одном. Вот каким способом вы хотите добиться изменений в стране? Если, что называется, с оружием в руках, то тогда 3% населения вполне достаточно. 3% бойцов готовы взять автоматы. И, наверное, если вы хотите добиться изменений мирным путем, демократическим путем, а я уверен, что для России это единственный путь, в котором можно добиться демократических изменений. Не просто там фамилию изменить, демократическим изменениям. Вы должны получить 50+. Хорошо. Берите нашу страну и прикидывайте, кто у вас внутри 50+, по численности. Отсеките 25% приблизительно. Что значит 50+, по численности? Ну, 50% плюс там сколько-нибудь. Отсеките таких вот, что называется, упоротых запутинцев. Их там порядка 20-25% уже на сегодняшний день. Они накапливаются на самом деле от того, сколько времени человек пребывает у власти. Остается всего 75%. Вот из этих 75%, 50% плюс. И Маша Баронова, и Тимур Валеев, и Ксения Собчак. И все остальные окажутся в той же большой корзине наших общих союзников, где и Алексей Навальный, и Гудков, и все остальные. И там же, к слову, окажутся многие коммунисты, и там же окажутся, к слову, многие националисты. И если вы на это не согласны, если вы хотите остаться с твердыми, что называется, либеральными демократами, не в смысле там Жириновского, то тогда вам надо быть готовым менять страну с оружием в руках, либо отказаться от изменений вовсе. А вот акция «Надоел». Что это было? Это можно включить? Вы это считаете ошибкой? Да ну что вы. Мне ужасно понравилось. Как оцениваете? Разные сегменты общества реагируют на разные элементы. Моя задача создать вот это движение в сторону реальной гражданственности. То есть, когда люди реально хотят быть гражданами своей страны. То есть, в моем представлении, реально хотят быть гражданами, это принимать участие в решении общественных задач. Вот акция «Надоел». Я имею в виду уличные акции. Да, уличная акция «Надоел». Она подтолкнула к этому значительное количество людей из вот такого, знаете, более интеллигентского слоя. Вот, ну есть совсем рафинированные интеллигенты, которые ко всем уличным акциям относятся несколько с высока. И то их там в 11-12 году движуха захватила. Вот есть наоборот. Люди отмороженные, такие боевые, для которых акции типа «Надоел», они кажутся чересчур верноподданическими. Ну, для них ивенты организуют. Но они, как минимум, были немногочисленные. Конечно, конечно. К глубокому сожалению, общественная активность вообще не на очень высоком уровне. У нас в стране и сегодня, и вчера. Вы будете еще продолжать выводить людей на улицу, как-то делать уличные акции? Вы считаете это перспективно? У вас поменялась ли точка зрения на эту тему вообще? У меня всегда на эту тему была одна и та же позиция. Я, как человек, который хоть и имеет огромный тюремный бэкграунд, которого нет, наверное, ни у кого из ныне действующих общественно-политических активистов, тем не менее, я не имею права призывать людей к тем акциям, которые я лично считаю небезопасными. Вот акция «Надоел» в связи с тем, что мы для нее нашли правовую форму, которая делала ее достаточно безопасной для участников, я счел возможным людей за нее агитировать и призывать. Акции, которые, например, проводит Алексей Навальный, я не считаю безопасными для участников. И поскольку я лично не могу принимать в них участие, то я лично к ним и не призываю, а только поддерживаю правозащитной активностью. Ну вот некоторые люди внутри, с которыми я общался, говорили, что так получилось, что... Ну, иногда вас даже сравнивают в этом отношении с российским президентом, поскольку вы себя окружили людьми не всегда по принципу профессионализма, а чаще по принципу именно доверия. Что вам, наверное, вам сложно было после того, как вы вышли на свободу, всем доверять, да, и ближайший круг людей, которые как раз делают ваши проекты, это те, я говорил, те люди, которые были с вами, когда вы были совсем в другом положении. И поэтому вам сложно чисто морально как-то с ними расстаться, если они делают что-то не так. Даже если не показывают каких-то нормальных результатов. Как вы считаете, это правда? Без всякого сомнения, те люди, которые вот со мной были на протяжении тяжелых лет, они заслуживают с моей стороны некой благодарности. И эта благодарность имеет место быть, и я никогда не прощусь с этими людьми вот просто так. Вот, знаете, парень, ты не выполнил своих KPI, до свидания. Я всегда буду искать какие-то формы взаимоотношений, но внешняя форма вот доброжелательности и, несомненно, внутреннее содержание благодарности никаким образом не связана с моей готовностью менять людей на тех направлениях, где я считаю нужной эффективность. Но здесь мы с вами обязаны учитывать существенный аспект, который отделяет сегодняшнюю нашу оппозицию от бизнеса. К слову, она же отделяет Кремль. И в этом смысле вы где-то даже правы, когда что-то такое вот заметили. Смотрите, когда ты работаешь в бизнесе, и с тобой работает какой-то человек, то ваши взаимоотношения поддерживаются законами. И тебя интересует только его профессионализм. Потому что если он что-то решит сделать, не соответствующее законам, закон его накажет. Теоретически говоря, государство должно было быть устроено точно так же. Но поскольку Путин отстроил мафиозное государство, криминальное, то у него вот эта вот проблема неподдержания его окружения законами, она стоит крайне болезненно. И он вынужден тоже ориентироваться на вопросы лояльности, помимо всего прочего. Ситуации с оппозицией, ситуация еще хуже. Законы действуют против нас. Они не только не поддерживают, они поощряют коллаборационизм, предательство, провокаторство и все прочее. И в отличие от ситуации в бизнесе, не учитывать это невозможно. Да, к сожалению, это снижает эффективность. Ровно поэтому я всегда говорю, частный бизнес наиболее эффективен. Нормальное правовое государство, наиболее эффективное. Но если мы имеем то, что мы имеем, мы вынуждены снижать эффективность ради того, чтобы удержать систему хоть какую-то. Риторика похожа, поскольку Путин тоже все время говорит, что это кругом враги. В данном случае, к глубокому сожалению, происходящие события, они только показывают обоснованность. Но я не думаю, что даже такой сравнительно защищенный объект, слегка оппозиционный, которым является «Медуза», может себе позволить не задумываться о том, что там провокаторов каких-то засунут, подсунут какой-нибудь фальшивый материал. Не просто потому, что кто-то захочет на этом заработать, а просто для того, чтобы конкретно опорочить «Медузу». Вы обязаны об этом думать, к сожалению. Потому что если бы вы существовали в правовой среде, я имею в виду тогда, когда вы работаете в России, если бы вас защищал закон, то какой-нибудь Пригожин, который там разработает спецоперацию, чтобы вам нагадить, его бы закон наказал. А так, если он вам нагадит вот таким вот образом, подсунув вам какого-нибудь своего человека, который вам подсунет какой-нибудь фейк, причем такой сфабрикованный нормально, его закон что, накажет? Да нет, ему скажут, молодец парень. Кстати, о Пригожине, давайте как раз поговорим про самое громкое, наверное, увольнение, такое яркое, которое было совсем недавно. Это как раз Андрей Коняхин, глава Центра управления расследованием. И он как раз расследовал, этот Центр управления расследованием как раз расследовал материал относительно Евгения Пригожина, повара Путина, спонсора отрядов Вагнера и у которого был бизнес, в том числе, в Африке. Так вот, много было разговоров о том, что Коняхин не имел никакого опыта в расследовательской журналистике перед тем, как вы его назначили на работу. Как так получилось, что именно Коняхин стал руководителем ЦУРа? Вам кто-то его порекомендовал или у него был какой-то проект, расследование, которое он вам представил? Ну, я бы все-таки здесь... Вы не жалели о самом назначении? Ну, вот здесь бы я на вашем месте все-таки не стал бы списывать вот так вот, вербально списывать человека только из-за того, что он допустил некую ошибку. Я принял к сведению его рефлексивую на эту тему. Я считаю, что она осознанная и правильная. Да, мы в связи с несчастьем были вынуждены этот проект закрыть. Но человека как человека я бы вот так списывать не стал. Тем более, что у него и опыт, в общем, неплохой. Да, конечно, это не расследователь уровня Соколова. Соколова, вот, но таких расследователей у нас... Соколова, это вы сейчас какого? Я имею в виду Новая газета. Вот, но расследователей такого... Это корреспондент Новой газеты, который занимается расследованием Пригожина. Я бы сказал, что это зам главного редактора Новой газеты, который занимается там всей расследовательской деятельностью. Но таких людей у нас вот в оппозиционной, скажем так, части спектра, на пальцах одной руки. Вот мы их с вами все можем назвать. Да, и... Не все из них готовы рисковать по-настоящему. Поэтому, когда я объявил конкурс на проекты вот в этом направлении, в направлении журналистики, в направлении журналистских расследований, там пришло целый ряд людей. И среди них был Коняхин. И я поддержал его стартап, так же, как я поддержал еще семь других стартапов. Вот он выбрал для себя направление расследовательской журналистики и стал, в принципе, в этом направлении двигаться неплохо для стартапа. То есть вот если бы я его оценивал с бизнеса, с точки зрения, я бы сказал бы, что, конечно, не единорог, ну, знаете, что такое единороги, но и не под списание. То есть, ну, такой добротный, нормальный проект. К огромному сожалению, этот проект вот на такой трагической ноте прервался. Я разговаривал с многими людьми, потому что, ну, мне же тоже надо было понимать в этот момент, какова ответственность главного редактора, какова ответственность руководителя такого проекта. Вы имеете в виду ответственность, у меня просто для тех есть, наверное, зрители, которые не знают, что произошло, а произошло то, что в рамках расследования поехало три человека, Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Раченко, вот, и их убили. Вот, собственно говоря, этим расследование закончилось. Вы хотите... Ну, я бы сказал, что оно не закончилось. Оно закончилось для, к сожалению, вот этих вот трех замечательных людей. А для нас оно продолжилось. И мы им сейчас занимаемся, тратя на это намного больше ресурсов, чем планировалось. Так вот... Так вот, если возвращаться к моему разговору, после этого, когда я спросил у людей из вот первого ряда расследовательских журналистов, какова ответственность главреда. Они мне сказали, что... Во-первых, было две точки зрения. Непрофессионалы там, так сказать, говорили, что, в общем, он человек, который там отвечает за все, и, так сказать, может быть, даже там должна быть уголовная ответственность и так далее и тому подобное. Когда я разговаривал с профессионалами, точки зрения было тоже две. Первая точка зрения, что он должен был взять на себя большую ответственность за подготовку, и то, что он этой ответственности на себя не взял, это его вина. Вторая точка зрения была, и гораздо более распространенная, что, когда мы, говорили эти люди, работаем с фрилансерами, то мы себя ведем точно так же, и мы все прекрасно понимаем, что в какой-то момент может не повезти. именно поэтому, когда я принимал решение о том, что дальше делать с этим проектом, я сделал то, что я сказал. Сказал, даже частичная ответственность. Это слишком много в такой ситуации, и проект, в рамках которого наступили вот такие вот последствия, должен быть прекращен. Ну, собственно говоря, это и произошло. Связаны ли эти два расследования, расследование ЧВК «Вагнер» и их деятельности в Африке, и расследование убийства журналистов? Ну, конечно, они взаимосвязаны, но я их веду в этом смысле отдельно. То есть, расследование убийства журналистов, это само собой. Это вообще отдельный разговор, и здесь оно будет продолжаться годы. Нет, я имею в виду нити, которые они связаны. Да, конечно, они связаны. То есть, идут к ЧВК «Вагнер». Я вот этого сейчас говорить не буду, но то, что я могу сказать с полной уверенностью сейчас, что мы сможем доказать, что версия, которую сегодня очередной раз упомянул господин Путин, что это просто какая-то местная группировка, которая случайно там ограбила журналистов, эта версия должна быть забыта. А что же это? А вот что это, мы об этом поговорим в начале следующего года. Ну, смотрите, в начале следующего года уже хорошо, есть какие-то сроки. Но, как минимум, есть расследование, которое параллельно ведет Петр Верзилов. Я с ним общался, и вещи, которые, в принципе, можно сказать, как минимум. Так это то, что Кирилл Романовский, это тот человек, который вышел на ЦУР и помогал связаться с фиксером. Возможно, этого фиксера же не существовало, но, как минимум, вот этот Кирилл Романовский, это корреспондент Фана, и он либо был в курсе то, что произойдет с журналистами, либо, как минимум, он знал, что что-то с ними должно произойти не то и передавал кому-то эти контакты. И был человеком явно, который что-то знал и не являлся помощником командировки. Так ли это? И готовы ли вы передать какие-то материалы в прокуратуру, чтобы Романовский был арестован? Небольшой секрет, что расследованием занимается целый ряд команд, и все эти команды, ну или значительная часть из них, получила все или часть материалов из ЦАРа. Из Центральной Африканской Республики? Да, из Центральной Африканской Республики. Эти материалы, будучи опубликованными, могли привести к тому, что наше расследование было бы вынуждено свернуться раньше, чем я считал, что мы исчерпаем все возможные способы для его продолжения вот сейчас. Потому что продолжаться оно будет еще на самом деле долго. Вот сейчас. Я поэтому был вынужден обратиться к целому ряду изданий с просьбой придержать материалы до некого момента, чтобы не мешать расследованию. Я очень благодарен тем людям, которые пошли мне навстречу, потому что это действительно помогло. Но мой ответ на это, то, что я именно этим изданием обещал отдать те материалы, которые мы наработаем. Но про Романовского это не секрет. И я эти материалы отдам. Мои вот такие вот умозаключения в отношении роли Романовского, я не думаю, что на сегодняшний день будут представлять ценность без подтверждающих документов. Моя цель, вы совершенно правильно говорите, моя цель заставить правоохранительные органы России, и ежели таковые будут в царе, то цара предпринять нормальные усилия по расследованию этого дела. Потому что, к глубокому сожалению, часть действий, которые бы, наверное, я бы сделал, юристы делать категорически мне не разрешают. Потому что они говорят, что, во-первых, к глубокому сожалению, если я это сделаю, то это не будет иметь ценности для суда, а во-вторых, это будет иметь международные уголовно-правовые последствия для меня и для тех людей, которые в этом примут участие. Поэтому, к сожалению... Почему? Ну, потому что некоторые действия, к сожалению, в частности, допросить тех людей, которые мы, как мы сейчас думаем, причастны непосредственно. Которые в Африке сидят? Которые в разных местах сидят. Вы не можете допрасить. Которые причастны к этому. Мы не можем этого сделать. То есть, мы можем это сделать, но... Это будет статья, как у Чичеваркина. Это, как я вам сказал, это будет либо статья, как у Чичеваркина, но главное... Законы решения собрания. Главное, что меня... Это бы меня еще мало волновало. Честно говоря, когда вот такое происходит, я, так сказать, видимо, не настолько еще являюсь окончательно человеком мирным правового государства. Вот. Оно у меня еще не до конца устоялось в голове, но я прекрасно отдаю себе отчет, и мне это юристы объяснили, что это не будет иметь ценности для суда. То есть, вы готовы, у вас глаза наливаются кровью, вы готовы, в принципе, взять за грудки и... Ну, вы знаете, когда вот я знаю, что вот этот вот человек принимал участие в убийстве людей, причем, вот он их, не знаете, я все-таки у себя в голове гради... У меня есть градация, вот просто, знаете, там, поссорились, убил. или там, из мести убил, а то, ну, просто, так сказать, чтобы не мешал на всякий случай. Чудовищно. Вот, да, я не убежден, что если бы это бы имело возможность из этого извлечь юридические последствия нормальные, что я бы не сказал бы да наплевать мне на то, что мне после этого придется посидеть еще. Вот, но, к сожалению, к сожалению, посидеть-то придется, а вот юридических последствий, то есть представить эти документы суду будет невозможно. И это меня, естественно, в этой части останавливает. А вы с ними встречались глазами? Вы этих людей видели лично? Пока нет, но а, я их знаю, б, лично знаете? Нет, я их знаю. И б, в какой-нибудь момент мы обязательно увидимся глаза в глаза. считаете ли вы, что Евгения Пригожина нужно посадить? Евгений Пригожин точно должен предстать перед судом. Заразные свои действия, о которых я теперь знаю достаточно. Должен ли он в результате этого сесть, или он не должен в результате этого сесть, все-таки решать суду? Давайте немножко поговорим еще о медиа. Кстати, впервые я с Коняхиным познакомился еще в начале двухтысячных годов, когда он работал выпускающим редактором газете Ру. Газета Ру вам, наверное, довольно близкое издание. Мы все внутри знали, что оно принадлежит Михаилу Хатарковскому, хотя Де Юров принадлежал другим людям, но нам настолько было, в принципе, все равно, поскольку Михаил Хатарковский не вмешивался никогда в содержание и вообще где-то был далеко, занимался своим бизнесом и нигде это неофициально никому не мешало. Насколько изменилось ваше отношение к медийному бизнесу сейчас? Смотрите, у меня в голове есть очень точное разделение между медийным бизнесом как бизнесом. Внутри этого есть независимая журналистика, есть желтая пресса и так далее. Медийный бизнес как бизнес. И есть отделение от этого, отдельная часть. это медия не как бизнес, а как способ коммуникации с обществом. Все ваши медиа это не бизнес. Правильно я понимаю? Я бы сказал бы так, вот у меня три типа медиа. Первый тип это мои собственные аккаунты. Это совершенно никакой не бизнес. Это вот я коммуницирую с обществом. Второй тип это МБХ медиа. Оно поэтому и названо МБХ медиа, потому что это тоже мой способ коммуникации с обществом, опосредованной через редакцию. Да, у редакции есть возможности высказывать свою собственную позицию, но это нормально, но при этом они понимают, что это мой способ коммуникации с обществом. Это независимые медиа. И наконец есть проект Open Media, который изначально был создан именно как нормальное независимое медиа, оно так и работает, так и развивается. А зачем вам вообще медиа? Я вот в начале нашего разговора сказал... Тем более столько много. Ну это не так уж много. Это на самом деле три сегмента направленных на очень конкретные цели и задачи. Не проще быть блогером и как блогер стать успешным, сделать какую-то миллионную аудиторию и добиваться тех самых целей, которые у вас есть? Ну я являюсь блогером, я достаточно успешен, у меня есть миллионная аудитория, но это один сегмент общества, с которым я вот так разговариваю напрямую. Есть другая часть общества. Вот эта часть общества, с которой я разговариваю напрямую и непосредственно, она заинтересована говорить со мной как личностью. Я не настолько самоуверенный человек, чтобы сказать, что вся аудитория, с которой бы мне хотелось на самом деле коммуницировать, она заинтересована во мне как личности. Ну потому что я не могу себе сказать, как там Алексей Навальный, что я хочу быть президентом России. Я не хочу быть президентом России. Я вообще считаю, что пост президента России надо ликвидировать. Поэтому у меня нет вот в этой части возможности говорить, все на меня смотрите, потому что я буду вашим президентом, все на меня поэтому смотрите. А кто не хочет на меня смотреть, тот потом захочет. Я обращаюсь к той части, для которой я являюсь авторитетом, для которой я интересен и так далее. Вторая часть людей, которым интересны те мысли, которые я продвигаю, высказываю. Мои мысли связаны с парламентской республикой, связаны с правовым государством и так далее. Но я лично как личность не интересую. Ну понятно. С ними коммуницирует редакция. Вы коммуницируете с редакцией сейчас прямо скажем плотнее, чем коммуницирует с редакцией газеты.ру. С этой да. А вот с Open Media приблизительно как с газетой РУ или там с ТВ-2 в Томске, которая тоже принадлежала ЮКСу. То есть чуть больше, чем никак. Интересно, как вы разделили отношения. Это зависит от позиции редактора или это ваша конкретная позиция? Ну и когда я договариваюсь с человеком, я на берегу договариваюсь вот таких условий. Для чего человек приходит. А вам нравится вообще руководить изданиями? Проводить планерки? Я не руковожу изданиями, не провожу планерки. Я не провожу планерок, я чувствую себя издателем. потому что вы в OpenMedia тоже называетесь насколько я понимаю. Да, я в данном случае являюсь чистой воды издателем. я не скажу, что мне это уж совсем в кайф. Я не могу сказать, что я вот от этого балдею. Прикурился. Вот. Это некое осознание того, что если вы хотите заниматься образованием общества, если вы хотите с помощью образования изменить общество, то вам для этого нужна доска, мел, а еще нужны какие-то учебники, которые не вы написали и не вы пишете. Но вы говорите людям, вот, почитайте. Там вот люди пишут хорошо. И если бы медузы в моем представлении было бы достаточно, медузы новой газеты, дождя, эхо, то, возможно, я бы и не самоустранился вот в этой вот части независимых меди. Но я наблюдал за эти годы, как вот это вот поле независимых СМИ, оно сжимается, как шагреневая кожа. тогда я себе сказал, что, наверное, все-таки важно не только помогать, как я на самом деле помогал за эти годы всем независимым изданиям вот такого федерального. Вы финансировали дождь? Я помогал всем изданиям точно так же, как я помогал медузе. В какой-то момент, в той мере, в которой я считал это необходимо для того, чтобы эти издания имели возможность заниматься тем, чем они занимаются. Кроме Москвы, наверное. Каким образом, в какой мере, это мы можем не обсуждать. Но Эхо Москвы пока справляется. Вот у него сейчас, например, у новой газеты есть кому помогать. И Медуза сейчас справляется сама. Но небольшой секрет, и я ничего такого не скажу, что если у изданий возникают проблемы и мне по силам помочь, то я один из очень ограниченного списка. А Нью-Таймс недавно были проблемы, когда был штраф колоссальный. Тогда был объявлен сбор вы тогда стали одним из участников. Я счел, что в тот момент, в тот конкретный момент, это издание справится. исправил. Но это часть вашей жизни. Вам чтобы понимать, что происходит в России, надо все читать. У вас нет ощущения, что вы немножко несмотря на то, что вы очень вовлечены, вы все читаете, но тем не менее, всегда это происходит, как бы ты этого не хотел, ты немножко смотришь уже на жизнь в России, в другой стране, со стороны. То есть, ты не можешь быть вовлеченным. Вы не боитесь, это неминуемо с вами происходит? Я не могу естественно об этом не думать, но я держу в голове и другую ситуацию. Я руководил крупными компаниями на протяжении десяти, да, наверное, даже больше, чем десяти лет своей карьеры. И это были все настолько крупные компании, ну да, нет, десяти, наверное, по-настоящему крупными компаниями десять лет. Так вот, по-настоящему крупными компаниями ты не сможешь никогда потратить время на то, чтобы ознакомиться то, что делает каждое подразделение этой компании или даже каждый регион деятельности этой компании посетить невозможно. Но вы все равно находите не в другой стороне. Когда например у тебя компания в России, а ты находишься в Америке, ты теряешь компанию практически. Ну сейчас ты теряешь в результате того, что правового государства нет. В этом смысле ты теряешь. А так все равно сложно. Я с вами не соглашусь, потому что по-настоящему крупные очень эффективные компании, например, если мы возьмем компанию Apple, то доля людей, работающих де-факто на Apple, за пределами Силиконовой долины, где расположена штаб-квартира, и за пределами 3000 километров вокруг Силиконовой долины, это так, до Москвы у нас где-то 3000 километров, я думаю, что процентов 80 их сотрудников или 90 за пределами. Но вы уверены, что понимаете, что происходит в сегодняшней России? Проверяется только одним способом. Такой чек, да, реально. Проверяется только одним способом. Ты делаешь какие-то прогнозы, мелкие, краткосрочные, и потом ты видишь, либо твои прогнозы оправдываются, либо твои прогнозы не оправдываются. Ну, понятно, что есть вопросы, по которым никто не способен делать эффективные прогнозы, например, стоимость нефти, никто не способен. Или там, что происходит с фондовым рынком, тоже, так сказать, плюс-минус. Вот, но часть прогнозов, например, как люди отреагируют на то или иное выступление Путина, как люди отреагируют на то или иное действие, как будет применяться то или иное принятое законодательство на самом деле, что произойдет в том или ином регионе в ближайшее время с точки зрения социальной напряженности. Вот эти прогнозы можно сделать с достаточной уверенностью, если ты погружен в тему. Мне кажется, что уровень тех прогнозов, которые делаю или которыми пользуюсь я, он выше среднего. Хорошо. А вот вам вообще в Лондоне нравится? Как вы вообще здесь себя ощущаете? Вы вот ощущаете себя счастливым человеком? Когда я собирался в Лондон, мне сказали «Ты туда не езжай». Я говорю «Почему?» Говорит «У тебя мотивация вернуться упадет, потому что Лондон это как Москва, но лучше». Ну, я не могу сказать, что лучше, потому что все-таки, видимо, в отличие от того человека, который мне говорил, я прожил в Москве 40 лет. Поэтому, конечно, Москва навсегда для меня является моим главным родным городом. Ну, а просто, если говорить не о городе, например, Брезовский скучал по березкам, по России, даже именно такой Руси-матушки. Он даже в Беларуси построил такой деревянный дом, чтобы было все как на родине. здесь березок во, сосновых боров во, да, то есть, если ты не начинаешь депрессировать просто потому, что ты чувствуешь свою ненужность, то ты можешь себя ощущать там, где ты хочешь себя ощущать. Я хочу себя ощущать в России. Я себя так и ощущаю, я местным товарищам всегда говорю, большое спасибо за гостеприимство, я у вас в гостях, вы очень доброжелательны по отношению к гостям. То есть, если сравнивать с жизнью, я не говорю там, жизни до 2003 года, а вот точно, как раз говорю про жизнь до 2003 года в России, то вы так же себя ощущаете, ну, как минимум, там, таким же счастливым человеком или наоборот даже лучше, потому что у вас больше свободного времени. Интересная тема. По, как это говорится, по градусу счастья, наверное, так же, а по направленности, наверное, вот оно просто изменилось. Драйва, наверное, поменьше, чуть-чуть. Ну, это не так. Нет. Это не так. Тогда драйв был, который выражался в том, чтобы стать наиболее эффективной компанией, которая отражалась в бухгалтерском отчете циферках. Сейчас это немножко по-другому, но я же адреналинщик, для меня главное это наличие или отсутствие риска. Вот если я чувствую, что я могу есть, куда я могу выложиться, я могу рискнуть, и я могу чего-то добиться или не добиться. Ну, сейчас адреналина, тоскок хошь, особенно в Лондоне, когда местные товарищи спрашивают, а вот каждый раз, между прочим, а вот вы не опасаетесь нас в Лондоне, ведь здесь же столько, так сказать, оппозиционеров поубивали, то есть пятое-десятое. Я вам могу сказать, потому что вы представляете все-таки находящиеся в Риге, но российское здание. Вы меня есть шанс поймете. А местным я не говорю, они меня не поймут. Да это же кайф. Это и есть адреналин, это и есть жизнь. во-первых, про семью, если, во-первых, ваша жена говорила, что пока вы работали в Юкосе, она не могла даже съездить толком с вами отдохнуть, потом вас арестовали, а потом вы соответственно переехали. Теперь жизнь наладилась? Путешествовать или вы вместе, вот это все. Мы путешествуем, сейчас она меня ждет, я вот через пару дней закончу здесь дела и поеду к ней, там мы соберемся со всей семьей в горах, вот, к сожалению, на Новый год, ну, я бы сказал бы, на Рождество, на Новый год мы все будем здесь, потому что отец прилетит сюда. А, понятно. Вот, да, мы имеем возможность больше времени проводить вместе, но я не скажу, что у меня стало радикально больше времени на путешествия. Ну, главное, что вы сейчас на Новый год все вместе, всей семьей, вместе с отцом, вместе с дочерью, с тремя детьми. С четырьмя, и двумя пачками. с тридцати Новый год, поздравляю вас с наступающим. Я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом, потому что не знаю, там, в Риге вы Рождество будете праздновать, какое будете праздновать, или два будете праздновать. Мы все праздники празднуем, в Риге скучно, поэтому все праздники празднуем. Вот, я желаю вам всего самого доброго, и я с удовольствием все-таки смотрю, читаю «Медузу», и очень на самом деле рад, что у вас проект пошел так, как он вам представлялся, я надеюсь. спасибо, будем жить. Спасибо.